Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Елена Тиханович, здравствуйте. Субтитры предоставил DimaTorzok Для очередников появится в районе улицы Выгодского. Половину квартиры предоставят многодетным семьям. С 31 мая от них начнут принимать заявления. Остальные предназначены для работников предприятий. Квадраты метров в новостройке самые дешевые в городе и составляют сегодня около 850 рублей. Новоселье 140 семей встретят уже летом. Жилой дом номер один по генплану в районе улицы Выгодского строится полностью 100% для нуждающихся, состоящих на очереди в администрациях района, состоящих на очереди в организациях нашего района центрального. То есть мы как бы хотим улучшить жилищные условия тоже своих работников. Кроме того, здесь построят общежитие, детский сад и еще один жилой дом. Развивать этот район планируют вплоть до Кольцевой. Сегодня в Минске впервые состояло заседание Бюро конференции местных и региональных властей стран Восточного партнерства. Сотрудничество с европейскими коллегами обсудили депутаты Минского городского совета. Для гостей организовали экскурсию по городской ратуши, что зарядило позитивным настроением. Европейские гости узнали об истории самоуправления в Минске и о современных успехах столицы в экономике и социальной сфере. Партнеры договорились теснее сотрудничать на региональном уровне. Несколько улиц в центре города сегодня были обесточены из-за повреждения высоковольтного кабеля. Около полудня без света остались жители домов по улицам Волохова, Лермонтова, Клары Цеткин, Харьковская, а также части проспекта Победителей. Потребители подключили к резервным источникам. В течение 45 минут электроснабжение восстановили полностью. Но наш дежурный по городу Григорий Озаренок сегодня побывал на месте крупной аварии на Орловской. Также убедился, что не все минчане умеют отдыхать культурно и разобрался в оттенках красок на асфальте. Неделя началась с аварии. Сегодня утром примерно в 9 часов. Здесь, на улице Орловской, столкнулись два автомобиля. В результате один из них налетел на бордюр и даже перевернулся. ДТП случилось в районе Киевского сквера. Обе машины ехали со стороны Червякова. Столкновение произошло во время поворота. Один из водителей не убедился, что полоса пуста. В итоге резкий удар и машина оказалась на крыше. К счастью, никто не пострадал. При осуществлении маневров необходимо смотреть более внимательно в зеркала, учитывать дорожную ситуацию. Ну и, естественно, чтобы не было тяжких последствий, и водители, и пассажиры в транспортном средстве обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Зеленая зона или помойная яма. Вот такую картину наблюдают жители по улице Мотосевича после каждых выходных. Незастроенный пятачок, лавочки и супермаркет в двух шагах дают неплохую возможность хорошо отдохнуть. Однако по выходным здесь начинается то ли концерт, то ли вечеринка. И все до двух ночи. В итоге с утра, гуляя с ребенком, местные жители рискуют или пораниться об осколки, или уткнуться в горы мусора. Пилюют, кидают все на свете, что тут есть. Куры. Их начнут с шести вечера. То до двенадцати, а то и позже. Мусор вообще всякий. И бутылки, и стаканы, и ложки, и эти салфановые мешочки, и портфель, и все хочешь. Больше яркости. В это время года столичные дороги ежедневно покрываются вот такими новенькими белыми полосами. Износившуюся разметку обновляют с помощью эмали и термопластика. Как правило, яркость сохраняется до зимы. Но сейчас дорожники рассматривают вопрос об использовании полимерной ленты. Ее преимущество в том, что она очень хорошо видна в абсолютно любую погоду. Однако есть и существенный минус. Ее высокая цена. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните нам на телефон горячей линии 029-1-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А дежурили по столице сегодня Григорий Заренок, Андрей Иваненко и Антон Филанович. Телекомпания СТВ. Ветеранов внутренних дел участвовали в Музее современной белорусской государственности. 16 человек, принимавших участие в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, получили юбилейные медали «100 лет белорусской милиции» от руководства ГУВД. После ветераны-правоохранители познакомились с экспозицией музея. Море зовет Минское море. Городские пляжи готовятся к летнему сезону. Первые по-настоящему горячие майские выходные многие минчане решили провести у воды. Между тем, во всей красе зоны отдыха можно будет оценить к концу недели. После вердикта специальной комиссии, все 20 площадок на четырех водохранилищах столицы будут официально открыты для отдыхающих. Оксана Симашко о прелестях городского курорта. Здесь так классно, хорошо. Я тренирую ноги. Десятки мангалов, дополнительные точки общепита, пункты проката и спортивное оборудование. Обновленная инфраструктура столичных пляжей в этом году не может не радовать. А чтобы отдыхалось горожанам максимально нескучно, пляжи постоянно будут дополнять новыми элементами. Очень близко к Минску и легко добираться. Это главный плюс этого места. И сейчас, конечно, оно преобразилось. Появились раздевалки, появился песочек насыпной, идет стрижка газонов. Ну, все очень мило и приятно. Мы побывали на пляже номер пять Заславского водохранилища. Урны буквально на каждом шагу. Да и к культуре отдыха и парковки по правилам приучили фотоловушки. Раньше приходилось, допустим, мусор некуда было скидывать. Сейчас вот урны стоят, и поэтому можно и шашлыки сделать. Дорогу хорошо, что сделали. Подсыпали уже. Без ям добираемся сюда, приезжаем. Вместе с тем у городских служб сейчас немало хлопот. Самовольные костры, стихийные свалки, обратная сторона отдыха. Впереди у экологов, правоохранителей и санитарных служб месяцы усиленного контроля. Проведены работы по ремонту и покраске пляжного оборудования, уборке сухостойных ветровальных деревьев, ремонту контейнерных площадок. Ну и также в этом году установлено дополнительное новое оборудование. Это 14 беседок, дополнительно установлены мангалы, урны, кабинки для переодевания. Специально к сезону все площадки для отдыха обезвредят от клещей. В идеальном состоянии пляжи должны оценить отдыхающие до конца недели. Несмотря на то, что пляжный сезон официально еще не открыт, столичные берега уже облюбовали легкоатлеты, велосипедисты и любители пеших прогулок. Насладиться любимым видом отдыха у кромки воды можете и вы. Оксана Симашко, Михаил Потягов, телекомпания СТВ. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова